И обо всем подробнее. В Северном Казахстане дали старт новогодним праздникам. В Петропавловске зажгли главную елку области. Теперь зеленая красавица будет находиться на новой площади возле городского парка культуры и отдыха и областного Акимата. Красочный фейерверк, сказочные персонажи, зажигательные песни и танцы. На праздники побывала моя коллега Кристина Горбаченко. На новой площади просторно. Она станет центром массовых гуляний и торжеств. Специально для этого установлена сцена. А особым украшением стала колоннада. Сегодня здесь хватило места для малых архитектурных форм, ледовых фигур, горки и самого главного атрибута Нового года – елки. Ее высота 24 метра. Вот только она пока не сверкает. Праздничную программу открывают снежинки. А перед тем, как зажечь зеленую красавицу, североказахстанцев поздравил глава региона. Кумар Аксакалов кратко подвел итоги года. В 2017 год для нашей области он сложился хорошо. По всем секторам экономики у нас есть рост в сельском хозяйстве, промышленности. Строить не стали больше дорог, объектов. Жилье только построено в рамках бюджета. В прошлом году было 800 квартир. То в этом году уже 1463 квартиры мы сдаем. Буквально через несколько дней мы открываем теннисный центр. Это будет очень хороший подарок для наших детей, для молодежи, для подростков. Строим уникальный объект – это дворец школьников. Я хочу пожелать, чтобы в 2018 году в каждой семье жителей нашей области было тепло, светло, хорошее настроение. Все родные и близкие были рядышком. И чтобы все наши планы были реализованы. А вот на автомобиле приехали главные герои – Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Вслед за ними – ростовые куклы и Санта-Клаусы. Предновогодний зимний вечер! Всех вас приветствуем, друзья! Мы долго ждали этой встречи. И, наконец, пришла пора! В этом году на празднике была еще одна героиня – Астана. Столице в 2018 исполняется 20 лет. Пожелаю я всем людям Казахстана процветания, здоровья и добра! Песни, танцы и веселый праздник здесь устроили для сотен горожан. Желающие катались с горки и фотографировались с ростовыми куклами. А вот и долгожданный момент. Под дружный отчет – на елке зажглись тысячи разноцветных огней. На арке новой сцены засверкал фейерверк. А в небе раздались залпы салюта. Петропавловцы закружились в хороводе. Провожая год петуха, горожане вспоминают о самых ярких моментах 2017-го. И надеются, что новый, он в восточном календаре отмечен годом желтой земляной собаки, будет еще лучше. Год прошел успешно. Сказалось, замечательно. Самое главное, что родные все живы и здоровы. Надеемся, что год желтой собаки принесет всем добра, счастья, благополучия. Поздравляю всех Новым годом. Я люблю Новый год. Наших горожан, жителей нашей области, всех мы поздравляем с наступающим Новым годом. В Новом году только счастья, здоровья. В этом году в областном центре построили два ледовых городка. Возле городского и областного Акиматов установили три елки. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Желдузбекер-Муканов. Новости МТРК.